Шма, Исраэль, Адонай, Элоэйну, Адонай, Эха. Меня несколько дней назад поздравила Рита Лазарева. Она как раз нас смотрит. Она каждый раз нас смотрит. Ей уже 93 года. И умеет пользоваться интернетом. Спасибо ее сыну, вернее дочке и зятю, чтобы могли научить человека после 90, как пользоваться интернетом. Она каждый раз меня после собрания пишет. Спасибо, меня вдохновила эта проповедь. Но буквально несколько дней назад я получаю открытку от нее. И в этой открытке, потом еще одна открытка приходит из баптистской семинарии. Которые поздравляют меня с вознесением Господа нашего Ишио Мессии. Я сначала встал в ступор. Я как-то не понял. Рита Лазаревна, открытка, вознесение. Я бескуражен был. Как-то не понял, что за праздник. Так как в семье моей мамы у нас только были такие Песох, Рождество, Жатва, Пятидесятница. Все. И тут я что-то так неловко себя почувствовал. Либо я не знаю, что за праздник. Такой, не отмечаем. Либо что-то здесь не так. Зачем это мне нужно? И я понял, оно нужно. Потому что оно было связано как раз с той последней проповедью, которой я проповедовал. Зачем нужно было оставаться 40 дней Ишио на земле и что Он делал этих 40 дней? Помните, да? Он убеждал, учил, чтобы Его ученики в Него как раз и поверили. Мы говорили об этом. На что Рита Лазаревна сказала, большое спасибо. Вы укрепили мою веру, а то мне это уже было так сложно что-то делать. Итак, через неделю православные наши будут праздновать Троицу или Пятидесятницу. И как бы вы ни называли, но две недели назад мы слышали мою проповедь о 40 дней. 40 дней Ишуа учил своих учеников о вере. Так что если через неделю в стране произойдет Троица, тогда мы уже на три дня опоздали. Ишуа уже вознесся. И это не наш праздник сегодня. Он уже был три дня назад. В любом случае, я бы вообще задал несколько вопросов. Что происходит в последние дни перед Шаваотом, то есть Троицей? Мы знаем Песох, а потом сразу Троица. Что происходит за 10 дней до праздника, после того, как Ишуа провел 40 дней, укрепляя веру апостола после его вознесения? 10 дней. Большинство евангелистов или люди, которые любят проповедовать Евангелие, они используют Евангелие от Марка и Матфея, последние главы о том, что последнее великое поручение, которое дает Ишуа своим ученикам, это идти проповедовать Евангелие всей твари, все, кто будет веровать, их нужно будет крестить в реальность Отца и Сына Своего Духа, делать учеников. Итак, у меня вопрос. Какие последние слова Ишуа? Это квест. Идите, проповедуйте, делайте учеников. Или мы можем воспользоваться тем же доктором Лукой, который многих из нас вылечит, который описывает вознесение последующих событий в Диане Апостола, поэтому мы знаем и Евангелие от Луки, и Диане Апостола, как можно сказать, одно целое, что происходило во время Ишуа и 40 лет жизни первоапостольской общины. Давайте вернемся, посмотрим, что конкретно Лука описывает. И знаете, он описывает некоторые вещи, говорит о том, что Ишуа рекомендует своим ученикам вернуться в Иерусалим и никуда не идти, пока не получит силу свыше. Аминь. Другими словами, если вы пойдете, не получив силу, тогда ничего не произойдет. Потому что в сущности он же посылал уже их по двое. И когда их послал по двое, помните, они пришли и начали хвастаться. Один из грехов таких – хвастаться. И он говорит, послушайте, что вы хвастаетесь? Скажите спасибо, что ваши имена записаны в книгу жизни. Да? Ну, то есть нет причины. А вот посмотрите, после того, как 50 лет прошло, ни один из них не приходит хвастаться. Они приходят уже дать отчет о том, что Бог сделал. Понимаете разницу, нет? Я хочу, чтобы мы увидели. Я пошлю обетование отца моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не обличетесь силою свыше. Лука 24 глава, 49 стих. Очень интересно, потому что чаще всего люди говорят, великое поручение Иисуа послал всех проповедовать Евангелие. Но мы здесь, это их как бы типа последние слова, последнее завещание. Исполните, иначе ничего не произойдет. Нет. Он на самом деле говорит, все, что должно произойти, произойдет тогда, когда вы будете послушны. Поэтому он здесь не просто говорит, я вам рекомендую. Или было бы неплохо. Но если вы подумаете, и вам покажут эти слова хороши, можете остаться в Иерусалиме. Нет, он говорит, я вас посредите, пошлю обетование. Вы оставайтесь, так как приказ, вы оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не обличетесь силою свыше. Деяние апостолов, 1 глава, 4 стих. Во время одного из таких собраний он дал им указание. Как вы думаете, указание это как? Приказ, другими словами. Приказ. Не покидайте. То есть ни шагу назад. За город не выходить. Не выходить. Но ожидайте, что обещал отец, о чем вы слышали от меня. Мы с вами, такое вообще как бы общество и слово ждать для нас не очень приятно. Мне по сути неприемлемо слово ожидание. Когда я кого-то жду, у меня вулкан внутри. Я его скрываю, но если когда-то прорвется, я не знаю, что будет. Поэтому я хожу весь такой. Я должен успеть. Я пытаюсь быть во время, выехать раньше, чтобы лучше приехать раньше, чем опоздать. То есть, другими словами, я не хочу ждать. Вот для меня это большая проблема. И знаете, замечали ли вы за собой, что вы спешите куда-то на какое-то мероприятие или на встречу, или на отправление транспорта, вы готовы вообще нарушать все правила. Мы вчера ехали со встречи уже вечером и домой, спешили на шаббат и попали в очень длинный коридор пробки, или, можно сказать, затора. Это был французский бульвар, где-то там ремонт шли. И я смотрю, ведь нельзя по трамвайным линиям ездить, да? И я смотрю, что люди, независимо от статусных машин, то ли Запорожец, то ли Мерседес, ему просто не мнется подождать со всеми ехать вместе. И по трамвайным линиям, со скоростью, без скорости, объезжать. Я думаю, куда ты спешишь, человече? В рай всегда можно успеть. Знаете, да? И мы не так долго, и я уже тогда говорю, давай, найди там, я знаю примерно, как можно еще нечто объехать, но не по путям трамвайным. Мы нашли путь, и, слава Богу, туда уже никто не ехал, просто люди ничего не догадали, что там можно было ехать. Но там были большие ямы, нужно было заныривать. Но при этом мы вообще как бы не терпим. Мы замечали это все с собой, не замечали, нет? Что вы спешите, спешите, и когда вы приезжаете на то место, первое, что у вас на языке, следующее, что ждем? чего ждем? Или у вас такого не бывает? Это может быть у меня только такое бывает. Знаете, жду свою жену, вот я жду ее 10 минут, 15 минут, вот, она нормально, то есть мы не опаздываем, да, ну просто я в таком ожидании. И вдруг она проходит мимо, и она мне говорит, а что мы ждем? Я думаю, хорошо, что я здесь 10 минут уже пробыл, а тут секунда, секунда, и уже все, мы не можем терпеть, у нас нету терпения, типа, что случилось? Что стоим? Вперед, вперед, вперед. Нетерпение и нежелание ждать порождает вопрос для каждого из нас, вот, в серьезности. Почему Бог, Бог принуждает нас к ожиданию? Замечали за собой? Мы говорим, Боже, чего ты так медлишь? Что я вообще должен сдать? С моря погоды, ангелов, архангелов, сновидений, привидений каких-то, кто-то напугать должен меня, налоговую должен еще ждать, Боже, чего я должен ждать? Чего? То, чего? Это вот состояние человека. Я бы спросил себя следующие вопросы как раз вот по поводу между Песохом и Шаваотом или Пятидесятницей. Что вообще там происходило? Ну, мы бы разобрали, 40 дней мы разобрались. Он утверждал веру учеников. Остальные 10 дней. Я бы задал следующие вопросы. Если Ишуа пробыл с ними 40 дней, почему еще не 10? Что не 50? 40 нормально, но можно было еще 50? Или нет? Не, можно было остаться, не восходиться. Тогда уже не было бы искупления. Но другое. Зачем было учить их 10 дней после того, как вознестись? Он оставил их ожидать. Почему не было детального плана расписания дня? иногда у нас собирается духовный совет, у нас такое, какое расписание следующих дней? Что будем делать? Дайте расписание. Мы собираемся на пикник, дайте расписание. Ишу не оставил им расписание на 10 дней. Вы понимаете, у меня вопрос, почему нет расписания? Надо было делать братское собрание, Петр бы сказал. Так, 10 дней сколько? Когда? Что? Что у нас утром, вечером и днем? На что? Ну, такое. Какая тайна ожидания вообще 10 дней? Почему 10 дней? Мне сразу вспомнилось, наверное, это ассоциация с 10 заповедями, 10 казней, 5 мудрых, 5 неразумных. Может быть, это менян? Если не будет меняна, уже ничего не состоится. 10 число 10, какое-то мистическое число. Знаете, а потом следующий у меня вопрос. Знаете, я бы тоже спросил, как многие из наших людей спрашивают, где будет пикник? И у нас говорят, это будет Боря, подскажи мне, или Олег, где-то у нас будет пикник? И Имберг? Вера Имберг там в тупике, а потом вниз. Вот у меня такой же самый вопрос. Ишуа говорит, идите в Иерусалим и ждите. А можно спросить, где? У старого базара, у Шука, или же на улице Прямой, на углу Яфо, или еще каких-то там, у каких ворот еще ждать? Северных, у Львиных, мусорных ворот, ну, если мусор, то уже понятно, что выкинут. Каких, ну, какие, где, вообще, где нам что издать? Дайте намек. Знаете, вот как раз вот с этого начнем. Где? Десять дней. Вы просите, что у меня проповедь сегодня будет такая, ну, она важная, но она может быть в таком, юмористическом состоянии. Вопрос, где? Понятно? там же написано, рэбэ, читайте, в Иерусалиме. Помните, да? И если спросить в гугл, зайти, да, то даже, как бы, гугл может ошибиться, как многие люди, которые его поправляют. Многие из вас скажут, рэбэ, вы же знаете, где пятидесятницу встретили. Это же горница. Это же горница. И даже гугл может подсказать, что, или подсказать, что, возможно, это была горница, в которой и проводили Песох. Об этом, между прочим, мы вчера говорили на нашей дискуссии по отцеводот по Пятидесятницу. Рекомендую посмотреть. И вопрос такой, где? Ну, где? Горница. Горница, это горница. Я понимаю, что у нас здесь в зале может разместиться 120 человек. То есть, по моменту. Момент такой правильный, да? И часто говорят, что они там закрылись от страха перед иудействующими, да? Там, они боялись. Сразу ответил, что не та горница, которая, которая проходила, проходил Песох, это была не та горница. Количество участников поменялось от 12, то есть, нормальная футбольная команда, да? До 120 человек участников. От 12 до 120, еще был 13, как бы нормальный, как бы еврейское число, но изменилось количество людей, на 120 сразу. Там были 12 апостолов, уже нового человека выбрали, помните, Матфея выбрали, кинули жребий, его восстановили. 70 фанатов тренера туда тоже пришли, и особенное место дали женщинам с команды поддержки, ну, как Мирьям, помните, она вышла с бубном, когда команда женской поддержки уже была. И, между прочим, не забудьте, что это была, там еще была одна женщина, очень важная, у нее был статус VIP, как вы думаете, кто это? Мама, все правильно, у мамы всегда VIP в статус, даже у моей, у нее всегда есть VIP статус, и здесь, в этом списке VIP персон из 120 человек, мама не последнее место занимает. И Мирьям как раз и становится одним из частей 120 человек, которые собрались в небольшую верхнюю комнату где-то. Смотрите, что я почему говорю. И Мирьям была при рождении спасения для мира, Мирьям стала и свидетелем, и либо причастником рождения общины, которая повлияет на весь мир. И, между прочим, это последнее упоминание о Мирьям вообще в последующих книгах. Это очень интересно. Тогда, вот я читаю местописание Деяния Апостола, первая глава. Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Илеонской, которая находится близ Иерусалима в расстоянии субботнего пути. И, придя, зашли в горницу, это, я посмотрел, что такое горница, это верхний этаж дома или плоская плоская крыша. Где и пребывали Петр, Яков, Иоанн, Андрей, Филипп, Фома, Вафоломей, Матфей, Яков, Алфеев, Симон, Зилот, Иуда, брат Якова. Понятно, да? Когда мы смотрим на это, я думаю, что это как раз люди, которые пришли на один из важнейших праздников в еврейской культуре. Это праздник Шаваот, они обязаны были прийти. Как вы думаете, все ли гостиницы были заняты? Ну, вот здесь они пришли и заняли верхний этаж. Расстояние шаббатного пути это примерно тысячи мужских шагов. Ну, примерно до метра, ну, там 70 сантиметров примерно так. Это не указывало, что это был на кону субботы или же на субботний путь, но это указывало на то, что не в метрах или в километрах можно было измерять тогда этот путь. Нашли комнату, такой себе хостел на 120 человек. Вы представляете себе, да? Хостел на 120 человек и закрылись там от страха и на 10 дней, чтобы даже невозможно было до витру сходить. Это у нас сегодня люди, когда планируют дома, туалет один, туалет два, туалет три. А что там было? 120 человек в одну комнату на 10 дней заперлись от страха в ожидании. У нас такой концепт существует, да? Но разве не так, вот не такую картину мы себе рисуем? Вот скажите, вы такую картину себе рисуете? А какую? Там стронный зал, гуляй, где хочешь, пойду направо, обхохочешь. Я уже начинаю стихами говорить. Не, 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 я хочу, чтобы вы услышали что-то особенное. Но тут же мы вернемся к нашему автору. Я почитаю сейчас следующее. Они поклонились ему и возвратились в Иерусалим с великой радостью и пребывали всегда в храме прославляя и благословляя Бога. Аминь. Секунду. Где они были? Написано выше, что они пошли и заняли комнату, верхнюю комнату, просто 120 человек ввалились и заняли ее, хостел сделали. А здесь написано, что они пребывали и в храме всегда прославляли Бога и аминь. Значит, они вообще не боялись. Не было причины ховаться. Так что у нас получается? Честно скажу, я специально делал разбор, разбор слова. И здесь очень интересный момент, почему я говорю интересный, потому что когда говорится горница, верхний этаж дома или плоская крыша, где пребывали, то есть они остановились остаться, прибыть, то есть на какое-то время находиться там вместе, это не было кульминацией, что нас загнали под страхом, будем сидеть вместе и дрожать. Увидите, что я имею в виду. И дальше, когда здесь говорится о том, что они пребывали в храме, и там есть приставка и так же, в оригинале говорят так же, так же пребывали всегда в храме, то есть слово так же к тому, что плюс тому, где они были, они ходили на собрание, которое предвестовало перед своим праздником. Там они славили, благодарили Бога. Вы скажете, а что это для нас даст? Давайте разберемся. Мы пришли к этому. Где? Где мы получаем свое обетование? Где нам, когда Бог обещает, дал нам обещание, а у каждого нас есть обещание от Бога? Где мы его получаем? Как вы думаете? И здесь формула. Формула, которая вас очень сильно напряжет и поймет, что нужно делать перемены. Они собрались дома, домашней группе, находились в единстве, находились в положении, где они все вместе. и также вместе они приходили на храмовую гору, где проходило обыкновенное служение, та обрядность, которой они привыкли, и ничего нового на этом служении не было, но на том не новом служении они переживали Бога и славили Его. Момент, если вы увидите, что именно в это время происходит, в этих 10 дней, он говорит, вы оставайтесь там, вы делайте там, то есть прибудьте там, они пошли, сняли комнату, то есть они заняли целый этаж, да, и пребывали там вместе, ученики свидетельствовали Его вознесение, они были свидетельствами того, что Он давал им великое поручение возвратиться в Иерусалим, оккупировать верхний этаж здания или гостиницы и ждать этого праздника и там во время пребывания ходить в храм. Этот принцип очень простой. Это домашняя группа общения, поддержки, и нам нельзя игнорировать общее торжественное собрание народа в храме. Есть люди, которые говорят, в домашние группы выход из положения. или кто-то скажет, оно мне не надо, эти домашние группы, я уже их знаю 300 лет. Одни и те же лица, одни и те же лица. Буду только ходить на собрание, там хоть весело будет. Услышьте, здесь один простой принцип, что идите, прибудьте, идите в Иерусалим и ожидайте. Ожидали где? Ожидали ответа на обещание домашнем группе, то есть где были общения между собой. Между собой человек у них был. Кто сегодня варит макароны по-флотски? Мириам, конечно же. Кто сегодня будет убирать? Петр, ну как Петр, ну как же это? То есть вы понимаете, о чем я говорю, да? Вот это вот момент. Кто приготовит трапезу или что-то еще? Вот этот момент, им нужно было всем где-то спать, им нужно было вставать, и тому подобное. И домах, и храме. Вот формула жизни для учеников Ишуа. Не только дома или храма. Деяния апостолов, я еще дочитаю некоторые вещи. Каждый день единодушно пребывали в храме и проломляли по домам хлеб. Это уже после Пятидесятницы. Это вторая глава, 46 стих. Пятая глава, 42 стих. И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Ишуа Мессии. Как вы думаете, для чего Бог говорит и послал их перед Шаваотом, идите и ожидайте обещанного. Вы можете меня спросить, ну и что здесь, какой принцип? Зачем это нужно? Что за откровение мы должны получить? Давайте вспомним этот вопрос фарисеев, который они задавали Ишуам. Какая из всех заповедей самая главная? Помните вопрос? Они искали в нем какую-то зацепку и он говорит, любить его, то есть Бога, то есть он говорит Шма. Шма это вот провозглашение, это самое главное. Да, он говорит, любить его всем сердцем, всем умом и всей душою, всей крепостью и дальше ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв. Больше всего. И он как раз вот здесь показывает любить людей, имея отношения и любить Бога, пребывая в его заповедях и в его присутствии, которое, Господь говорит, я на этой горе, я буду являться тебе. Во храме я буду открываться тебе. Луки 10 глава 27 стих, он сказал в ответ, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей и всей крепостью твоей, всем разумением твоим и ближнего твоего, как самого себя. Чтобы, наверное, не утруждать, вам скажу просто, важно твое отношение и общение с Богом и отношение с богобоязненными людьми, не с разбойниками, с богобоязненными людьми. Я пытаюсь ответить на вопрос, что теперь делать и где. То есть, Иешуа говорит об обещанной помощи и силе, говорит, это так нужно и важно и найдете это, когда будете находиться в том месте, где будете ожидать в отношениях с людьми и общине Божьей в том месте, где Бог будет с вами встречаться. У нас у каждого есть ожидания, у каждого даже те обещания, которые Бог нам дал. И сколько бы нам обещаний не ждать, нам нужно было ждать, как все эти 120 чужеников. Обещания. Обещания ждать в доме и в храме. В общении с Божьим народом и обещания иметь общение с Богом в доме молитвы. Ключевое здесь слово обещание. И знаете, что? И общение. Общение это не одиночество, изоляция. Многие люди изолируют себя, потому что они не хотят с людьми общаться. А Бог говорит, подожди, ожидай свое обещание не одиноко, а с людьми. Не иногда по праздникам приходить на собрания, каким прекрасным бы они ни были, но постоянно. Это ожидание, обещание. Нужно поддерживать не просто желанием, а посвящением и откровением Бога о заповедях. Другими словами, возлюби Бога твоим сердцем и так далее. И это должно быть твоей частью. То есть прилагать все усилия в откровении, так как мы называем, хинематову манаем, как хорошо и приятно братьям быть вместе. Это не означает без проблем. Там, где испытывается твоя вера. А так же псалом, как хорошо и как приятно жить, братья вместе и потом Давид говорит, пойдем в дом Господа. Когда я возрадовался, когда мы сказали, пойдем. Сегодня людям звонишь, мы вас давно не видели, когда можно порадоваться вместе с вами, что мы вас увидели. ой, вы понимаете, ой, вы знаете, ой, как бы и начинается. Здесь Давид говорит, когда меня пригласили в дом Божий, вау, это как электричество прошло мне по телу. Я бегу. Чтобы вы понимали, есть песнь восхождения Давида. Это называется песнь восхождения. Давида как возрадовался. И тогда так же песнь восхождения Давида. Возрадовался, когда сказали мне, пойдем в дом Божий. Что-то означает. Город Давида, вы знаете, это Жерусалим, он был частью, он был за Иерусалимской стеной. Дород Давида был за Иерусалимской стеной, и Давид как бы просматривал о том, чтобы пойти на гору. Если вы пойдете в Иерусалим от дома Давида, надо еще подняться те, может, наша Потемчевская лестница отдыхает. Отдыхает. Там не такие 15 сантиметров ступенечки были. Знаете, пошел так спокойно, как бы уже пробежаться, некоторые фитнесом занимаются. Там надо вот так было, там сантиметров 30, наверное. Раз, и пошел. Там еще был тот фитнес, там как называется, кроссфиз, да? Еще есть такой самый трудный. Еще возьми барана с собой, еще жертвоприношение. додумаю довольно серьезно. Ой, когда мне сказали, я подумал, как сложно туда подниматься. А оно мне надо. Да пускай поют наши прославители, вот там трубят, и я все услышу, потому что звуки словословия были слышны аж до мертвого моря. Это очень далеко. Он мог открыть свои окна, сказать, классно, вот тебе и прямая трансляция. Посмотри, как это. Он говорит, подожди, когда мне сказали, пойдем, это важно, или это возможность, я побежал, я возрадовался. И этот дает Ишуа как бы приказом, идите и ожидайте в Иерусалиме обещанного. И поймем, что они потом пережили эту радость. И только Дух Святой сошел. Это очень важно. Каждый рожденный человек устроен так, что нам нужно иметь общение. Нужно желание. Мы так достроены. Нужен Бог, и нам нужны люди. И знаете, как Писание говорит, на всех двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Возлюби Бога и ближнего своего. Хотите знать Библию? Хотите глубины на двух вещах? Люби Бога всем своим сердцем и ближнего, как самого себя. Хотите познать Библию? Познавайте его пути. Как ждать вот все это? Как вообще возможно ждать? Что делать? Что вообще делать? Ну ладно, мы пришли. Мы пришли на собрание, мы здесь хорошо, все вместе, люди, кофе, чай, капучино, дети, люди, что дальше? Как ждать? Как ждать? Все они, послушайте внимательно, единодужно посвятили себя в молитве вместе с некоторыми женщинами. так что совместная молитва женщин и мужчин возможна. У нас нет отделения на правый сектор, левый сектор, имеется ввиду женская половина, с левой стороны мужская, с правой стороны или на балконе. Написано и некоторые женщины были с ним, среди которых была Мирием, мать Ишуа, а также с братьями она пришла, то есть с его братьями, своими сыновьями. Деяние апостола 1 глава 14 стих. Дальше я перечитаю немножко другой перевод. Все они единодушно пребывали в молитве и молении уже. Что такое моление? Ну молитва понятна, а моление кто скажет? А? Просьба, прошение, моление, умиление. Другими словами они собрались не чай попить, да? Они собрались не эпиту разделить, хотя это тоже было. Что они делали? Как ждать? Они ожидали, посвятив себя молитве. Молитва это важная и главная жизненная артерия мессианского движения. Рожденная на храмовой горе в Иерусалиме это не нечто новое, но обновленное страсти, прошение и ходатайстве. Почему я говорю об этом? Ишуа приложил много усилия в своих учениках, чтобы показать им силу молитвы и ее постоянство. Он очень много уделял времени уча своих учеников о молитве. И я вам покажу, что имеется ввиду. Когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят синагоги на углах улиц, останавливаться, молиться, чтобы показать перед людьми истинно говорю тебе, что они уже получают награду свою. Другими словами, когда ты приходишь, ты как, что делать в это время ожидания? Молиться. Молиться со страстью, молиться с приложением мысли своей, ходатайство и движение получить обещанное. Да, действительно, есть люди, которые приходят, как и фарисеи, стали так тихонько помолиться. Одели кипу, долит, и начинают молиться. И шел говорит, послушай, есть религиозный подход, можно с молитвенником, можно без молитвенников, даже если без молитвенника, не знаешь, о чем молиться, просто люди просто приходят и не о чем говорить. А он говорит, молитва это больше, это разговор с Богом, это прошение, это движение, это эмоции. Это Матфея 6, глава 5 стих. Дальше и говорил им в учении своем, остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах, принимать приветствие в народных собраниях, сидеть впереди в синагогах, возложить, возложить в первых местах на пиршенствах, сии поедают вдовов, на показ долго молятся, принимают чекщайшее осуждение. Молитва один из важнейших элементов жизни верующего человека. И пока мы несем свое бремя без молитвы, оно остается нашим бременем. Аешуа говорит, отдай мне возложите на меня ваше бремя. Как это возможно? Взять кипу и сказать, вот еще, это мое бремя, поносите период. Или же на самом деле в молитве, прошении сказать, так сложно, так сложно, и молиться друг за друг, это тоже сложно. Через все Писание мы видим молитвы, через все Писание. И мне не хватит перечислять все те места Писания, которые используются молитвы. Но деяния апостолов, посмотрите, и молился Павел, и Петр, и все остальные. Перед тем, как они что-то сделали, они молились. Перед тем, как что-то произошло, они молились. Чем дольше мы отходим от важности молитвы дома, или в доме молитвы, тем дальше мы отходим от принятия обещания Духа Святого. Извините, буду говорить так прямо. Мы все хотим пережить первоапостольскую общину. О, как они молились. О, это было горячо. Ох, это был огонь. А чем дальше мы уходим от ответственности на молитвы, только аппаративной, либо домашней, то есть домашней группе, или там дома, чем дальше мы отходим от этой обязанности, тем далеко. Дальше мы уходим от обещания Духа Святого. Обещания Его силы, обещания Его ответов. Нам важно понять одну простую истину. Ожидание в горнице и в храме, потому что они были и в горнице, и в храме, то есть показывает ожидание их в молитве. Они ожидали это в молитве. Да, мы переживаем крещение Духа Святого, или пережили, как бы однажды, мы пережили это, но каждый день мы принимаем дары, которые Бог дает. Нам да на жизнь? Можно сказать, Бог дает нам жизнь, Бог дает нам то, что мы просим. Каждый день мы ожидаем то обещание, которое Бог нам приготовил. И если мы не промаливаем Его, то ли дома, домашние группы, или же общины, общинском собрании, мы имеем проблему. Мы дальше уходим от переживания обещанного Святого Духа. Он нас никогда не покинет и не оставит, только если мы будем искать Его. Ишуа принял погружение вместе со всем народом. Помните, да? Когда Он молился, Он же мог не молиться, небеса раскрылись. Он мог не молиться. Если Он молился, то что дальше? Святой Дух сошел на Него в виде голубя и раздался голос с неба. Ты сын мой возлюбленный, я весьма доволен тобой. Как много раз было такое вещи, когда ты что-то жить прошел и проходит пророк и дочь ты много претерпела, я доволен твоей верой. Почему? Потому что мы прошли в молитве и Бог отвечает на молитву, на ожидание, где мы открываемся и молимся и Бог говорит, ты мой любимый сын, ты моя дочь, я доволен этим. Ишуа молился, Дух Святой сошел на Него и община молилась также и Дух Святой сходил. Деяние апостола 4 глава 37 стих они все молились, слово все это означает все, как вдруг то место, в котором они собрались затряслось, все они исполнили Святым Духом и говорили Божью весть со смелостью. Вопрос не языки и так далее, вопрос молитвы, стремление к Богу. Что первое, где? Ответ очень простой, в месте, где Бог избрал, это была храмовая гора, где стоял храм. И второе, они сами выбрали то место, где они собрались, сами собирались все вместе, не в раздельных комнатах, а в одной горнице, и там проводили время, и это стало шаблоном для всей последующей общины, что они преломляли хлеб вместе, они делали много всего вместе, это как гела, не отделение индивидуальных людей, которые имеют проблемы, в ожидании откровения нам нужно находиться, что может это, вообще-то, это вот ожидание в молитве открывает возможность Божьего ответа, то есть подарка, не думаю, что страдая, страдание, которое мы сейчас переносим, хоть сколько-нибудь сравнимо с той славой, которая откроется нам в будущем, творение нетерпением ожидает, когда же откроются сыны Божьи, я вам скажу так, все то, что происходит вокруг нас, эти беды, ситуации, вымирание животных, все стихии мира, они кричат, люди, начните молиться, откровение, чтобы получить, да, вот это ожидание, нужно промаливаться, я еще раз не устану говорить о том, что молитва не инструмент выпрашивания с чего-то у Бога, а жизненно необходимость отношений с Ним, во всякое время и на всяком месте, это наша нужда, это не инструмент попросить, выпросить, что-то выключать, они ожидали в доме и храме, ожидали в молитве, последний у нас вопрос становится, зачем это им все нужно было, я задаю вопрос, хорошо, зачем тебе это надо, Петр, 120 человек, зачем вообще это нужно, он сказал, у нас как бы немножко так, ну, ответ такой, Бог сказал, а зачем тебе это надо, ну, не знаю, он сказал, надо делать, вы поймете, что у нас тогда ничего не получится, ничего не получится, никто не становится успешным, если не понимает призвание, или зачем это нужно, почему Ишуа провел с ними 40 дней и фактически заставил их ждать то, чего они никогда не переживали, они никогда не переживали это, если вам сказали бы, ждите, я поехал в Израиль, через 10 дней вернуться, ждите, вы сказали, что сдать, оно нам обещание, то есть обещанного Духа Святого, что это такое, мы сегодня это пережили, мы это понимаем, мы знаете, я задаю вопрос, почему, у нас люди почему говорят очень часто, мы можем прилепить это слово почему, для чего это нужно ждать, 40-10 дней ждать, но мы говорим почему, у меня много вопросов, почему мой сын развелся, я могу задать вопрос, ответ тоже есть, но у нас есть каждому ситуации в нашей жизни есть ответ, ну вопрос сначала, почему, почему я болею, почему муж умер, я осталась вдовой, почему жена, которую я любил, отошла, и мне так плохо, почему, знаете, самое страшное еще, а почему у другого плохо, у меня не так, у мы представляем это слово почему, это тяжелый вопрос, но знаете самый легкий ответ, знаете какой, он вам не понравится, реально, у нас много вопросов почему, но самый тяжелый, ответ от меня простой, может быть наивный, но простой, потому что он бог, вот потому что он бог, ему ведомо больше, чем мне с вами, он принуждает нас к ожиданию, не потому что он играет с нами или по причине своей незанятности, но по причине любви и заботы о нас, хотя нам так эта забота иногда порой достает, не получается как мы хотим, не в то время, в ожидании вырабатывается терпение с надеждой, что все изменится и это называется вера, вера, 11 глава к евреям, это очень помним хорошо, вера же есть осуществление ожидаемого, вопрос сколько ждать, мы же привыкли, кнопку нажал на мокровый, готово, моя мама удивляется, мы приходим, даже вчера пришли перед шаббатом, быстро-быстро там что-то приготовили, так все, сели, она говорит, что уже приготовили, но мы таком обществе живем, настолько сильно, быстро это все движется в этом мире, что мы удивляемся, но здесь вера есть осуществление ожидаемого, уверенность невидимым, то есть другой перевод, доверие Богу, это уверенность в том, что на мы надеемся, убежденность в том, чего мы не видим, вера же ожидает, что мы уверены в том, на что надеемся, она является доказательством существования того, что мы никогда не видели, он запутал нас, я просто прочитал другие переводы этой же главы первого стиха, но слушайте, послание римлянам, Павел пишет, ибо мы спасены в надежде, надежда же, когда видит, не есть надежда, ибо если кто видит, то чему ему надеется, но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении, и слово опять ожидание, благо тому, кто спокойно ожидает спасения от Господа, плач Иеремии, благо тому, кто ожидает спасения от Господа, и все же поднимается вопрос, а зачем Бог посылает ожидания, а не дает все сразу, ответ тоже простой, у людей, которые все уже есть, им нечего ожидать, замечали, им неинтересно уже все, они не знают куда себя делать, и нечего уже ожидать, когда у них все есть, но Бог использует ожидания не только для укрепления нашей веры, но и для того, чтобы в ожидании приблизить нас к себе, так что в этих десяти днях здесь были несколько вопросов, где, что делать в это время, и зачем это ожидание, вот почему я могу предположить, почему Ишуа десять дней до Шува указал не покидать Иерусалим, все эти дни ожидания, надеюсь, вам послужат в понимании, Бог дает нам обещание, или обещанное, но мы не готовы часто им воспользоваться, мы не знаем, как им пользоваться, если бы Бог дал им это сразу, они не знали, что делать, для этого Он конкретно указывает место, что делать, только в общине мы научимся распознавать то, что в дарах Духа Святого заложено, только в домашних группах и общении с людьми мы сможем использовать тот дар, который Бог дал, не для нас, а для своей общины, помните, что обещанная Богом есть сила, Он говорит, вы примите силу, личность Духа Святого для тех, кто его любит, и зачастую Бог не дает нам силу, так мы не готовы пережить ее без каких-то последствий, мы хотим, а мы знаем, какую цену будем платить за то, что мы получим, и если вы не готовы, тогда эта сила просто вас разрушит, если вы не готовы брать ответственность и пережить ту силу, она вас разрушит, почему я говорю об этом, помните, что Ишуа после крещения Духа Святого был введен в пустыню, для чего? Искушение, если люди, которые хотят эту силу Духа Святого, не готовы ее употребить, имеется ввиду, готовы, но не знают, как ее употреблять, да, оно послужит к разрушению этого человека, к разрушению, таких примеров сегодняшних проповедников мы имеем, потому что с даянием Духа Святого дается следующее испытание, если Ишуа был испытан, поверьте мне, каждый из нас, каждый кто просит, их принимает силу Духа Святого, будет искушаем никем иным, как врагом нашим. Послушайте, таких проповедников мы уже насмотрелись, вышли в силе, поднялись до небес и были свержены до ада. В сущности причина ожидания для апостолов и учеников Иерусалима это приобретение в молитве обещания, приобретение, погружение в любовь Отца и реальные отношения с Ним и с людьми. Шаваот это такое чувство не просто радость, а приближение к Богу и отношение с людьми. Помните Авраама с Сарой? Они ожидали обещания 25 лет, потому что они были не готовы принять свое обещание. Скажите, почему? Почему Бог сказал им 25 лет до того, как это исполнилось? Почему не прийти заранее? Чего морочить нам голову столько времени и просто сказать ситуация такая ну скажи мне за год как оно потом и было смеялся через год я приду тебе будет ребенок. Вы знаете что произошло в это время? Сара попыталась помочь исполнить обещания. Дала свою служанку чем оно кончилось какие ситуации были. Слава Богу что там еще Бог благоволил к этому. Может лучше вообще в Саре не нужно было это все делать. Но смотрите что получается потом 25 лет спустя Ицак родился. Через время Авраам посылает своего слугу Алиазера чтобы он нашел кого? Невестку. Как так возможно? В тот момент когда он пришел к колодцу пришла и Рахиль. А если бы Ицак родился раньше? Так вы понимаете о чем я говорю? Если бы. Я хочу чтобы вы знали одну истину. Бог намного мудрее нас. Ему вообще-то все позволительно и все подвластно. Не пытайтесь поступать как Сара предложить выход из обещания в виде Агари и Измаила. Так некоторые дети поступают с родителями и похоже что позже когда они вот такое обещание форсируют они говорят разве вы не могли нас остановить? Что это трудно? Послушание лучше жертвы. Отвечал Самуил неужели всесожжение жертвы столь же приятны Господу как послушание глазу Господа послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов. Какой же опыт пятидесятницы? Вы скажете мы заканчиваем время. Пробывайте в общении с Богом и людьми. Находиться в доме и в храме для того чтобы быть готовым принять силу и быть ему свидетелями где бы мы не находили и каким делом бы мы не были заняты. Какими искушениями мы бы не проходили испытания мы бы всегда были достойны нашего крещения. И последнее у Бога нет часов часов. У Бога нет часов. У Него есть время. И Он говорит время посещения моего. Мы с вами нервничаем когда мы смотрим на эту стрелку которая беспощадно движется вперед и мы начинаем нервничать. запомните у Бога нет часов. У Него есть время. Я думаю что для нас в канун через неделю перед десятниц я тоже буду об этом говорить. У нас как раз вот время. Время ожидания. И Шува так все классно так подвел не подвел нас а подвел к этой линии за которую я очень благодарен. По жизни я спрашиваю вопросы почему И Шува крестился если он не сделал никакого греха? Почему Иоанна рисуют с таким сумасшедшим пророком завернутый кусок шерсти или там кожи верблюда? Непонятно. И здесь вот почему даже например Ишуа говорит мирям не прикасайся ко мне но скажи братьям я скоро с ними встречусь и при встрече он говорит а теперь ты можешь ко мне прикоснуться что произошло между воскресеньем из мертвых и встреча с учениками также вопрос что он делал с этими учениками когда провел 40 дней с ними и почему не остался до дня пятидесятницы зачем нужно было сказать стойте там в Иерусалиме и ждите и как нам не хотелось ждать если мы желаем наше обещание обетование Духа Святого мы должны это переживать каждый день потому что только Он отвечает на те нужды которые у нас есть вы помните дарец Духа Святого исцеление одной из них возложат руки на больных я не буду мы исцеляем или тот Дух который Божий внутри нас они будут изгонять бесов мы изгоняем мы такого уже как бы почитали в Деянии апостола Иисус нам знаком Павла мы знаем а вы кто такие это пережили в церкви или не в церкви много вопросов поверьте у Бога есть ответ зачем ожидать где ожидать как ожидать я вам скажу прямо домашняя группа важная часть твоей жизни для того чтобы у тебя отношения были с людьми общее собрание не игнорировать потому что тоже Бог говорит чтобы там быть молиться непрестанно не бормотать а ходатайствовать и верить в ожидании которое Бог нам дает там есть ответ Бог говорит у меня нет часов на руке у меня есть время которое я хочу провести с тобой с тобой если мы получим это откровение тогда слова ишу останутся для реальными возлюби Бога твоего всем сердцем твоим всем разумением всей крепости твоей и ближнего как самого себя в этом во всем этом вся Тора все пророки вот в этих двух вещах ожидания самая опасная вещь для церкви потому что мы не хотим мы не хотим ждать мы сейчас ставим наши ноги собрание закончится но ожидание Божьего прикосновения Божьего ответа Божьего обещания пускай будет с нами как кстати вот это молитва Аарона как кстати она сегодня для нас сегодня перед праздником Пятидесятницы пускай сегодня для вас станет этим ожиданием домашней группе в общем собрании ожидание обещания прикосновения к вашему бизнесу вашим детям к вашему здоровью вашим финансам вашей старости или юности вашим будущим настоящим конечно же когда зададим вопрос зачем чтобы приблизить нас к себе шмар израэль адонай eloэйну адонай эх эх